это просто безоговорочное зло зло и вот не зря такое совпадение что вот этот символ всей операции вот это вот зига вот для меня это одна ассоциация зло вот и все я хочу чтобы россия была счастливой а не сильный за президента за россию за правду ты сейчас люди гибнут а другие люди в это время машут флагами просто поразительно мир у мир ну как бы мы мы за мир да ну другое дело что мы настолько за мир что камня на камне не остается но мы же за мир у меня как-то прямо не осталось поводом для оптимизма если раньше мне казалось что прямо сейчас тяжелый момент но в целом тренд идет на развитие и как бы сказать смягчение нравов общества то сейчас тренд наш конечно в жопе и сейчас мы огромном гуманитарном провале я не знаю как мы из него выберемся когда правители решают что им вот-вот придет хана нужно обычно небольшая победоносная война лично мне это не надо россиянам это не надо вот нашу интерес нашу постоянно постоянно нашу собою вот эту вот книжечку кстати свежую кстати эта книжечка уже содержит поправки путинские то есть совершенно вот постоянно нашу собой потому что это нужная штука каждым читаем статья 29 каждому гарантируется свобода мысли и слова гарантируется почему я не могу ее использовать эту гарантию а вы каждый день вы ходите на одиночные пикеты пытается смолянам донести свою точку зрения почему вы это делаете с ущербом для себя ну я не могу сказать что для меня какой то есть ущерб скажем так ущерб для нас всех уже наступил он будет только увеличиваться но я пытаюсь донести до смолян простую мысль о том что вот как раз сейчас нужно отбросить вот эти все фразы о том а что это изменит и прочее нужно просто не бояться сказать вот вслух то что вы думаете вы имеете на это право мы имеем на это право мы должны сделать это именно сейчас когда-то я работал с ребятами с украины мы долго работали я на последнем проекте наверно был одним из немногих русских все остальные ребята были с украины один из них вообще не знал русского языка но я с ним правда общался вот по телефону и ничего мы находили вообще язык и работали какого-то негатива я к себе вообще стороны их не видел и они к нам ездили в командировки мой дедушка украинец литвиненко никита петрович ветеран отечественной войны если да 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 умер давно но тем не менее да моя фамилия бородай это украинская фамилия я знаю что в украине у меня есть очень много однофамильцев и насколько мне известно мой прадед переехал откуда-то из полтавской области в россию где-то в начале тридцатых и в целом да украина это мои корни у меня украине живет дядя правда сейчас эта территория принадлежит россии она живет в крыму если нам нас лишить украины нас россиян это часть лишить части нас самих хорошо еще такой такой интересный момент киевская русь как разделить это слово сочетание киевская русь это невозможное разделение это невозможно наверное мне стоит начать с того что я не считаю это спецоперации я считаю это полноценным нападением на другое государство наша армия сейчас напала на другое суверенное государство и меня это повергает ужас гнев уныние и черную тоску для меня вот это день 24 февраля это просто катастрофа просто катастрофа для меня как нравственная катастрофа когда я видела перекошенное злобое лицо президента который говорил о том что нас вынудили и еще что-то я против я против это ужасно это шок стыд много эмоций каждый день читаю twitter читаю личные истории людей которые на украине сейчас украине находятся и это просто я не могу поверить что мы в этом живем что это с нами происходит что мы ответственны тоже отчасти в этом это ужасно я разговариваю с моей мамой так как она, пожалуй, единственный людский человек, оставшийся из родственников и это идет, скажем так, тяжело но она потихоньку меняет свое мнение она была с самого начала против войны но у нее было вот это вот про 8 лет где вот были 8 лет бомбили наших всем не было дела и все в таком духе но я рассказываю, пересказываю то, что я прочитала в твиттере от людей которые вот прямо сейчас находятся в Мариуполе находятся в Киеве где угодно, где сейчас бомбят и она в какой-то момент сказала просто я не могу и начала плакать и в общем я не понимаю я не понимаю зачем 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 и кому это нужно я не понимаю это нужно остановить немедленно немедленно остановить потому что нам эта война не нужна а что бы вы сказали тем, кто начал спецоперацию в Украине и лично в Киеве? остановите войну просто остановите вот и все вы реально это начали просто просто из-за ваших хотелок все это началось вы себя в историю вписали с другого конца все вот и все если бы я была верующей я бы сказала, что они будут гореть в аду но как атеистка я могу только пожелать им здоровья и дожить до суда над военными преступниками в Гаге каково вам бомбить мирных жителей как вы приходите домой потом с семьей общаетесь как вы потом приедете и скажете вот там погибло, не знаю, 109 детей и как вообще вот с этим жить мне было бы послушать интересно я вас ненавижу я вас ненавижу вот просто испытываю к вам острое чувство ненависти потому что вам не жалко никого ни наших мальчишек, ни украинских, ни нашего будущего, ничего смешной вопрос, потому что до Путина бум-бум-бум не достучаться не достучаться ну я вышел сразу после суда на пике и как бы продолжаю до сих пор ну я не могу сказать, что вот прям я вот всегда и дальше буду выходить у меня настроение реально меняется в течение дня очень сильно потому что, ну, я вижу то, что люди мне говорят и порой это совсем не то, чего ожидал в течение вообще всей жизни ну то есть вот за эти дни, с 24 числа я просто понял, что я жил в мире, который вот походу себе придумал ну в том смысле, что общество, которое я вижу сейчас это другие люди, я их не знал никогда в том смысле, что ну как можно проявлять агрессию к тому, чему нас учили в школе о сути войны что это, ну, абсолютное зло я продолжаю, но в себе каждый день приходится находить силы не могу сказать, насколько меня хватит ну вот, продолжаю не просто не просто не просто не просто теперь второе вот уже это то, что будем все уже вер мы нас